Будда в городе Серия «Естественная уверенность» Запись лекций и разговоров на облачном ретрите «Естественная уверенность» Ну что, давайте поговорим Давайте начнем с каких-то вопросов или откликов, если они есть У меня есть то, что сказать, но тогда чуть попозже У кого есть что-нибудь такое горячее или теплое хотя бы вопрос Или что-нибудь поделиться чем-то с вами, каким-то переживанием С сайтом Да, Вера, включайте Она выключилась совсем Сейчас слышно меня? Да, слышно Ну, если интересно, я бы хотела поделиться разными упражнениями, которые у меня родились Генерировать размещение в этих каналах Потому что сразу так у меня не получилось У меня вот родились такие какие-то промежуточные тренировочные упражнения Что вот я пробовала Если я на выдохе, глаза закрываешь и переносишь внимание в ощущение, что я в теле А на вдохе глаза открываешь И если внимание как бы с тела ушло, ты опять возвращаешь внимание с тела и смотришь при этом Вот так вот ты слышишь и открываешь-закрываешь глаза И получается, что мне так проще Ты слышишь, что на выдохе уже закрыто За это время я успеваю тело почувствовать хорошо А потом я делаю вдох, глаза открываю И это внимание проще во время вдоха удерживать Так, чтобы я видела и чувствовала тело Еще мне помогает дыхание у джая Такое логическое Если золотовую щель перемыкать, чтобы такое... Когда ты смотришь, то проще удерживать внимание в теле, если в нем есть какое-то яркое ощущение Допустим, вот у джая То же самое если, допустим, положить грелку на ноги, то тоже ощущение очень такое яркое в теле И мне помогает не терять ощущение тела тогда, когда глаза открыты Или вот, например, мне было такое интересное, что я замерзла и села рядом с употребателем Он у меня сзади грел И это помогало не терять ощущение тела тогда, когда глаза открывались То есть на первых порах для того, чтобы вместить вот эти два канала восприятия Какое-то вот, мне показалось, вот что, как бы усилие, допустим, тело сможет, да, вот чувствовать, как это жатко Вот еще вот лично я для себя поняла, что вот этот переход от того, что ты сидишь и медитируешь В глазах вот играет, да, аудио, да, вот, в вашей медицине И к тому, что ты просто в повседневной жизни, ну, катаешься примерно то же самое, что ты делаешь в формальной практике Там какой-то слишком огромный прыжок, да, вот И нужно что-то промежуточное, допустим, во-первых, сесть с этой медитацией, но уже в другом месте Потом сесть с прямой спиной, но без аудио-медитации, это следующий шаг, да Потом с медитацией, ну, ты двигаешься, да И уже какой-то последний вот этап, да, это когда ты двигаешься, но в ушах ничего не играет И ты пробуешь вот это же, да, осознание тела, звуков, какое-то большее присутствие То есть я поняла, что мне вот эти вот шаги нужно очень сильно дробить, чтобы прийти к тому, что там И то есть у меня ничего в ушах нет, я могу примерно то же самое сделать Ну, спасибо, Ира, спасибо Ну, вот здесь мне, что здесь самое важное, мне кажется Это вот, собственно, любопытство, да, я, ну, часто об этом говорю И мне кажется, это, ну, вот какое-то упущение, потому что я редко встречаю у каких-то там учителей Известно даже вот, собственно, упоминание этого, да, что когда мы медитируем, когда мы практикуем Практику осознанности, что интерес, любопытство, это одна из ключевых вещей вообще, да, что мы не просто сидим, как истуканы, да, что мы проявляем интерес к тому, что с нами происходит И, то есть мы занимаемся вот этим самоисследованием И когда мы начинаем всматриваться в свой процесс, вот именно в свой, то мы обнаруживаем себя там, да, мы обнаруживаем себя так, как есть И тогда, опять же, нам приходят какие-то решения, какие-то ответы, может быть, какие-то вот эти самые маленькие хитрости Вот в буддизме это называется упая, вот, там, на языке полей, потом в санскрите пришло это упая То есть, ну, собственно, так и называется, маленькое ухищрение, хитрость там какая-то, да, искусный метод, если точный перевод такой То есть, получается, что, ну, мы тренируем осознанность, в принципе, да, и по большому счету, ну, как бы, осознавай и все, да, что там, какие ухищрения-то Но бывает этого как-то вот недостаточно, бывает, что нужен метод, нужен упражнение, нужен способ Вот, и получается, что мы все разные, у нас разный очень, ну, как характер, разная там судьба, разная личностная история И разный темперамент, и поэтому вот любые стандартизированные методы, понятно, что они, ну, вот как-то Там мы их берем, как какой-то формат такой вот, ну, широкий, да, но внутри этого широкого формата важно найти свой способ Ну, а как найти? Вот я считаю, что через исследование, через всматривание, через любопытство Тогда мы находим какие-то свои собственные элементы, там, либо, вот как вы говорите, там, промежуточные какие-то упражнения Либо просто вообще подстраивать практику под себя, потому что, ну, мы же для себя это делаем, для своей жизни Для своего характера, для своего темперамента И вот, ну, вот этот вот шаг к такому самоисследованию, он первичен, да, вот, интерес просто проявлять А что у меня, как я? Тогда уже можем менять практику, подстраивать ее, потому что нет никакой тут, это никакая священная корова, да, вот, что мы должны сохранить Ту форму, которая досталась нам, значит, предков, деды мои, значит, и прадеды, и все, значит, они медитировали вот так И теперь я должен тоже так и детям своим передам Нет, каждый находит там свой способ, да, вот, важно находить какой-то свой путь Не просто повторять там путь каких-то учителей, там, Будды, еще кого-то, а вот идти своим путем, потому что это наша жизнь Индивидуальная Так что я очень, ну, спасибо, Вера, за ваши вот эти Типс, такие ваши находки И я вообще всех призываю там, чтобы искать их Для каждого, подбирать для себя Вот, потому что еще, ну, такой вот, мне кажется, важный момент, что когда я сам нахожу это для себя Когда я чувствую, что это работает, то это работает гораздо лучше вообще-то обычно, чем если я просто там у кого-то это взял в готовом виде Что у меня есть чувство, что я это создал, да, и это и запоминается лучше И это вообще, ну, как-то становится моим каким-то, глубинно моим Потому что это появилось из моего опыта Окей, еще кто-нибудь что-то сказать, спросить Хочет, хотите, ли? Миташа, ты, да? Да, всем привет Привет Я хотела поделиться двумя, наверное, яркими такими переживаниями на этой неделе Первое, это я заметила то, что когда случается какой-то вот такой кризисный момент в жизни или буря Как ее там называют, не важно В этот момент я заметила, что идет спад мотивации вообще к медитации Она вот воспринимается как вот эти вот какие-то неприятные состояния и эмоции И что мне помогает, наверное, сопровождение все-таки медитации голосом Это я сегодня заметила то, что я включила вновь твой голос, Валер И, ну, медитация легче прошла, когда кто-то тебя ведет в таком состоянии Вот И второй момент У нас же на этой неделе была концентрация на трех фокусах И сегодня я перешла уже наконец-таки в шикантазу, как она есть И поняла, что все-таки расфокусировка и вот эта вот какая-то свобода Мне в медитации дается проще, чем удержание на вот этих трех фокусах Ну, вроде телесное и не было напряжение, но ментальное напряжение было И сегодня прям как-то Когда ты все отпускаешь просто, да? Да Ну, вот и все Спасибо Ну, я по поводу вот следующей недели Скажу, да Да, там Это работает Я считаю, что вот это важно Как раз сначала важно, как напрячься Чтобы потом почувствовать контраст Когда ты себя отпускаешь И фу, ну, можно просто посидеть Окей Еще что-нибудь Саш Ты, да? Всем привет Ну, у меня самого яркого Я вспомнил про осознанную ходьбу как раз в начале недели И так получилось, что к ощущению стоп в стопах Я стал подключать как раз слышание звуков И в визуальный канал То есть вне зависимости, где я нахожусь У меня То, что я делаю в формальной практике Пытаюсь деконцентрироваться Оно и в повседневной жизни стало происходить То есть я стал Вот объединять эти каналы И кориться в них в повседневной жизни Это, конечно, очень Очень хорошо, что мне в неформальную практику Это просочилось И стало очень ярким Ну, еще из такого Из прогресса У меня вот Четкое понимание Момента, когда я концентрируюсь И отвлечения Я стал их лучше замечать То есть у меня стало меньше забываний Когда оп, очнулся Я уже там где-то 20 лет назад В чем-то ковыряюсь То есть у меня Я стал замечать эти отвлечения И удерживать внимание мне стало намного проще Вот Как-то так Если у вас коротко То вы можете написать что-нибудь в чате Ну, если Знаки ваши понятны Вот кот Да, вот кот Прекрасно Все показывайте котов Это вообще Будет Лучшим подарком О, так У коты под рукой всех Всех всегда О, эх Где же мои кошки Хорошо Так, у кого еще чего? Который котов Они, да? Включите? Давайте я попробую Включил Что-то тоже нет звука Нет Какое-то А, вот что-то зашуршало Нет Нет Так Какой-то глюк Там, наверное С подсоединением С подключением С вашим девайсом Бывает Я не знаю Чего это зависит Потому что Так-то вот оно Работает все Давайте У кого есть голос Или в чате Можно писать Я прочитаю Хорошо Давайте пока Не буду ничего Вытягивать Может быть Потом еще Кто-то Что-то Скажет Вот Тут сегодня Был вопрос Я прочитал От Владимира Значит Такой вопрос Валерий Подскажите Пожалуйста Что делать С напряжением Сознательное Расслабление Снимает Поверхностное Напряжение Но остается И ощущаемо Какое-то Большое Глобальное Напряжение Окаменение На работу С ним Уже не хватает Сознательных Усилий И оно Как будто Не кончается Хорошо Помогает Сдаваться Этому напряжению Но и после Этого Возникает Предел Который Не Проходится И Сдаванием Ну Я могу Это обобщить Но Там Я там Просто Спросил У Владимира Что значит Сознательное Расслабление То есть Как он Это делает Сознательно Пока Я еще Там Не получил Ответа Но Просто Вот Когда мы Говорим Обще Расслаблении Или Или Вообще Отпускание Я бы Тут Расширил Этот вопрос До Отпускания Чего угодно Потому что Вот физическое напряжение Когда оно у нас возникает Это ведь Ну Получается Что Какое-то напряжение Мы действительно можем Просто Расслабить Но Как мы это делаем Здесь очень важно Что значит Сознательно Расслабить Получается Что Ну вот Когда мы делаем Это Такой Проходку По По телу По ощущениям Мы во многих местах Обнаруживаем напряжение Да Но Что мы там делаем Делаем ли мы Что-то Вот активное С этим Ну Фактически Нет Мы не можем Ничего сделать с напряжением В смысле Мы не можем Сделать какое-то Усилие Чтобы Расслабиться Понимаете Это абсурд Это Оксимарон Но Мы просто Что мы делаем Мы просто Направляем туда Внимание В этом Наша Сознательность Состоит Мы направляем Внимание На этот Участок Чувствуем напряжение Мы просто Входим с ним В контакт Там К нему Прикасаемся Своим Вниманием Просто Остаемся Какое-то Время И Получается Так Что оно Постепенно Смягчается В той или иной Степени Понятно Что Есть какие-то Напряжения Которые Мы чувствуем Что Вроде бы Владимир Написал Окаменение Ничего с этим Не происходит Но Какие-то Даже в его Тексте Есть Что Какое-то Поверхностное Напряжение Все равно Снимается Но Мы чувствуем Что оно Уходит И Если Мы Вот так Расширим Это До Любого Какого-то Вот Как сказать Напряжение Или Такого Состояния Где мы Как бы Чувствуем Что мы Там Застряли Как-то Что Ну Какой-то Вот Как Спазм Такой Произошел Это же Может быть Какое-то Ментальное Тоже Такое Переживание Когда Вот У вас Куда-то Как будто Закручивают Какую-то Историю Какие-то Мысли Это тоже Часто Чувствуется Что Я не могу Из этого Выбраться Это как Водоворот Который Вас Туда Засосал И все И крутится И крутится И крутится Ну вот Сегодня Например Я Мне снился Какой-то Сон Такой Вот Противный Знаете Там Что-то Ну Какое-то Неприятное Было Там Был Сюжет Какую-то Дыню Купил Что-то Я ее Разрезаю А там Черви Да И вот Эти Черви Жирные Такие Большие Я проснулся И как С этим Ощущением Пошел Медитировать И В общем Эти Черви Какое-то Время Они были В моем Сознании Потому что Ну Здесь Такая Обусловленность Видимо Вот это Отвращение К таким Существам Типа Этих Червяков Всяких Очень Неприятные Очень Противные Которые Вызывают Сильное Оно в нас Как-то Видимо Эволюции Заложено Тоже Там Веками Тысячелетиями Миллионами У нас Как-то Было К ним Вырабатывалось Это Отвращение Потому что Они опасны Для нас Да Как Такой Вот Они У нас Могут Паразиты Всякие Они Вредные И Поэтому Это Естественная Реакция Отвращения Но Получается Что Когда они Внешние Эти Ну И в реальной Жизни Ну Окей Мы можем Там С ними Что-нибудь Сделать Мы Можем Убить Можем Как-то Оградить Себя От них В общем Как-то Мы Боремся Там С всякими Напастями С всякими Паразитами Так Или Иначе А вот Если Эти черви Внутри Вот Они Приснились Их Нет В реальности Их Нет Но Получается Что В моем Сознании Они Есть И Так Как Это Чувство Оно Возникло Отвращение Оно И Получается Что Я Как Раз Сел Ну В общем Я Что-то Там Ходил Как Зомби Ну Знаешь С утра Я Медленно Просыпаюсь И Добрел До ванны Чего-то Умылся Вот И Потом Я Сажусь И Вот Я Просто Сижу С этим И Дальше Ну Что Происходит Дальше У меня Появляется Этот образ Неизбежно Фактически Потому Что Он Где-то Еще У меня Там Варится Он У меня Еще Остался Он Запечатлялся И Что Мне С Нем Делать Ну Вот В нашем Таком Созерцательном Подходе Мы Ничего Не Делаем С этим Мы Просто Остаемся Остаемся С этим Каким Бо Трудным Оно Не Было Поначалу Каким Бо Навязчивым Оно Не Было Вот Но Если То Почему Вот Как Это Все Эти Предварительные Шаги Мы Делали Которые Мы Делали Вот Что Мы Делали Мы Выстраивали Позу Мы Наполняли Тело Вниманием Мы Заземлялись В этом Как-то Укоренялись Старались Обрести В этом Устойчивость Фактически Мы Вот Когда Мы Садимся Мы Такой Вот Создаем Контейнер Для Своих Переживаний Которым Нам Как-то Безопасно Достаточно Да Упаковку Такой Для Этих Переживаний На что Мы Можем Опереться То есть Эта Упаковка Состоит Из чего Из Времени Да Вот Она Началось Где-то Здесь И где-то Здесь Закончилось Я знаю Что у меня Есть эти Полчаса В течение Которых Я буду Вот с этим Только с этим Это важно Ограничение Времени Знание Границ Времени Началось Закончилось Пространство Опять же Я выбираю Определенное Пространство Где это будет Происходить Физическое Пространство В комнате На прогулке Где угодно Но все равно Я нахожусь В каком-то Пространстве И вот это Телесная Моя Составляющая Просто Чувствование Тела И Вот эта Структура На которую Мы обращаем Внимание Стойчивость Физическая Прямой Позвоночник Что это Дает Такое Чувство Внутренней Опоры Дальше Вот это Последний Элемент Который Мы Сейчас Сделали В последнюю Неделю Это Открытость Чувство Пространства Мы его Можем Достигать Разными Способами То что мы Сейчас Сделали Это Расфокусировка Деконцентрация Когда мы Стараемся Удерживать Несколько Каналов Получается Что мы Неминуемо Расширяемся Ощущение Такого Расширения Оно может Быть Поначалу С непривычки Как-то Неприятно Или вызывать Напряжение Какое-то Но в целом Если вы Тренируете Это постепенно Тоже становится Достаточно Естественным Легким Вы там Тоже Как будто Осваиваетесь Либо Можно Например Через Слушание Это Тренировать Когда Я предлагаю Слушать Далеко То часто Большинство Людей По отзывам Возникает Чувство Расширения Себя Я Широкий Я большой Когда Я широкий То я Становлюсь Этим Пространством Пространство Его Невозможно Повредить В пространстве Есть Движение В пространстве Есть Изменения Но Пространство Тебя Все это Мещает Получается Что Наша Практика Мы создаем Вот этими Нашими Якорями Куда Куда Обращаем Внимание Создаем Это Пространство Внутри Которого Может Много Происходить Безопасно Еще раз Это Время Это Место И Наш Собственно То что Мы Осознаем В своем Теле В своем Сознании Теле Сознании Все это Создает Пространство Но в То же Время И Создают Переживание Такой Заземленности Устойчивости Опорности Потому что Я не просто Где-то А как-то Я здесь И вот это Постоянная Такая Как это Перезагрузка Каждое Мгновение Или Как можно Чаще Я здесь Сейчас Я здесь Сейчас Я здесь Сейчас Потому что Время же Течет Соответственно Вот Как сейчас Как сейчас Как сейчас Вот И Получается Что Создав Это все Дальше Мы ничего Не делаем Вот Мы как раз Тут Подходим К Пятой Неделе Собственно Когда Мы Наконец Будем Практиковать Эту Практику Шикантаза Или Просто Сидеть Когда Мы Полностью Все Это Отпускаем Ну Единственное Что Нам Нужно Поддерживать Это Форму Тела Потому что Она Часть Вот Этого Контейнера Точно Так же Как мы Поддерживаем Временной Формат Полчаса Или 50 Минут Сколько Там Выбрали Час Точно Так же Мы Поддерживаем Вот Эту Форму Тела Это Единственное Что Мы Поддерживаем Но Опять же Постепенно Просто Получается Что С непривычки Нам Там Западным Людям В основном Ну Трудно Так Вот Сидеть Потому что У нас Нет Этой Культуры Сидения Да Такой У нас Детство Мы Сидим В креслах И Если По возможности Развалясь Как-то В них На диванах На всяких Вот это Вот Сидение С прямой Спиной Просто У нас Ну Как так Мы Не приучены К этому Там С детства То Это Для нас Кажется Каким-то Особым Особым Опытом Но По идее Если мы Научаемся Этому Если это Тоже Становится Естественным То нам И на это Тоже Там Не тратится Потом Никакого Усилия Ну Вот Я просто Ну По себе Могу Сказать Что Со временем Там С годами Это Произошло То есть Для меня Сначала Было Тоже Это Все Как-то Специфическим Таким Предприятием Да Вот Я сажусь Выпрямляет Позвоночник Там Надо Его Держать Как-то Еще Эту Позу Лотоса Там Насваивал Долгое Время То есть Все Это Особое Дело Постепенно Стало Каким-то Естественным Ну Как Сидеть В кесле Так же Сидеть И вот Так Другое Переживание Другое Состояние Уходит Это Ну Специфичность Этого И Лишнее Напряжение Просто Оно Есть Ну Вот И мы Фактически Это все Создаем Удерживаем Вот Просто Это Удерживаем Как Стены Комнаты Получается Стены Комнаты Стены Потолок Пол Это Границы Этого Пространства Точно Так же Время Нашей Практики И Наша Поза Это Как Стены Комнаты В которой Все Происходит Дальше Уже Дальше Мы С этой Комнатой Самой Ничего Не Делаем Вот Мы Остаемся С тем Процессом Который В ней Развивается Вот Вот Вы Сейчас Сидите А у Вас Там Вот Коты Ходят Дети Могут Там Проходят В этой А вы Просто Можете Сидеть Или Вот Ну Не знаю Например Едете Вы В Каком-нибудь Общественном Транспорте Там Метро В Трамвае Едете Так Долго Да И Что Происходит Вот Он Едет А вы Сидите Там И Вы Может Быть Такой Созерцательной Такой Позиции Вы Смотрите На Все Что Происходит Вот Люди Вошли На Остановки Побыли Какое-то Время Ушли Кто-то Остался Кто-то Ушел Другие Вошли Там Что-то В общем Все время Какие-то Изменения Внутри Этого Пространства Вашего Вагона А вы Просто Смотрите На То Как Все Это Меняется Как Все Приходит И Уходит Все Движется Все Как-то Само Организуется И Вы Как Активное Действующее Лицо Вы Не вмешивайтесь В это Вы Просто Созерцаете Просто Смотрите И Вот Наша Позиция Здесь Примерно Такая Же Вот Наша Практика Формальная Сейчас Я говорю Пока Формальной Практики Но Потом Можем Перенести Собственно На Неформальную Тоже Такой Мостик Такой Формальная Практика Она Примерно Как Это Как Этот Вагон Поезда Время И Сама Ваша Поза И Все Что Мы Там Делаем Такое Вот Формальное Направление Внимания Куда-то Это Является Такими Стенами Этого Вагона А Все Внутреннее Содержание Оно Просто Происходит Получается Что Мы Как Личность Как Активное Действующее Лицо Вот Здесь Интересно Посмотреть Лицо Лицо Личность Вот Это Действующее Лицо То есть Это Какое-то Действительно Активное Проявление Меня Как Личности Так Вот Мы Здесь Переходим В такую Созерцательную Позицию Мы же Не зря Это Называем Созерцательные Практики То есть Мы Не делаем Ничего Активным Получается Что Это Радикальное Доверие Тому Процессу Который Разворачивается Внутри Без Вмешательства И Дальше Что мы Обнаруживаем Там Обнаруживаем Что С этим Можно жить Как-то В смысле Что Нам Не обязательно Всегда Вмешиваться И все время Что-то там Манипулировать Все время Что-то делать Переставлять С места На место Не обязательно Мы можем Это делать Можем Проявлять Активность Как Вот это Активное Действующее Лицо Но Какие-то Моменты Жизни Можем Просто Отпускать И позволять Этому Происходить А самим Просто Свидетельствовать И тогда Удивительным Образом Часто Вот там В этом Внутреннем Мире Все Как-то Само Собой Потихонечку Налаживается В смысле Что поток Жизни Просто Течет И здесь Вот как раз Если вернуться К вопросу Владимира По поводу Этих напряжений Ну Вот это Физическое Напряжение Это просто Часть Ну Каких-то Внутренних Я считаю Внутренних Процессов Телесознания Где что-то Застряло Да Где что-то Окаменело Потому что Ну жизнь Жизнь Я это воспринимаю Я думаю Что Согласитесь Это достаточно Такое Архетипическое Такое Понятие Универсальное Что жизнь Это поток Жизнь Это течение Оно течет Во времени Жизнь Это изменение Непрерывное Жизнь Это также Пульсация Вот мы Если мы говорим О живых организмах То они Пульсируют Мы дышим Сердце у нас Пульсирует Кровь у нас Пульсирует И вот это Основа Жизни Самые Какие-то Все эти Микроорганизмы Какие-то Губки Всякие Самые Простейшие Самые Простейшие Формы жизни Они буквально Пульсируют Всем Собой Всей Собой Всем Телом Открываются Закрываются Открываются Закрываются И пульсация Это какая-то Основа Жизни И в нас По-прежнему Очень много Этой пульсации Биологической Такой Как я сказал Дыхание Сердцебиение Кровь Вот эти Сжимания И Пульс Да То есть Собственно Наши Все кровеносные Сосуды Они тоже Пульсируют И Не знаю Там Мы моргаем Да Моргаем Тоже Это пульсация У нас есть Какие-то Такие Ритмы Ритмы Жизни Более Долгие Например День Ночь Сон И бодрствование Природные Более Долгие Ритмы Зима Лето Там Эти все Смены Смены Сезонов То есть Это все Фактически Пульсация И течение То есть Эти два Два Таких Мне кажется Фактора Жизни Очень важных Качество Жизни Но фактически Можем Это назвать Объединить Это Как в слове Движение Движется Жизнь Движется И вот Получается Что Ну вот я Прошел раз Об этом Говорил Что Травма Сейчас Описывается Часто Как такое Прерывание Этого Естественного Потока Жизни Что-то Внутри Произошло Что-то В событиях Жизни Произошло Что я Не смог Пережить Что-ли Что мне Ту-мач Мне слишком Много Не было Сил Взять Это Принять Пропустить Так Чтобы Это Протекло Именно Поэтому Что-то Внутри Сжалось Что-то Прервалось Что-то Разорвалось И Это Осталось Зафиксировалось В том числе В теле И Очень часто Это Фиксируется В теле Как Такие Напряжения И Существуют Термины В современной Телесно-ориентированной Психотерапии Например Мышечный Панцирь Что есть Какие-то Мышцы В теле Которые Никогда Фактически Не расслабляются Они могут Расслабиться Только В обморок Кто падал В обморок Вы знаете Что после Обморок Обычно Какое-то Такое Расслабление Это Как-то Фух Отпустил Что-то Какое-то Такое Чувство Расслабления Которое Обычно В обычной Жизни Даже Не приходит Вот То есть Это Получается Как Какой-то Внутренний Спазм Который Вы Сознательно С которым Ничего не Можете Сделать Вы не Можете Его Разжать Сознательно Ну Вот Как Плавать В холодной Воде И У кого-то Случалось Спазм Происходит Мышца Сжалась И С ней Вы ничего Не можете Сделать Нужно Просто Дать Время Когда Она Сама Расслабится Можно Согреть Согреть Но Опять Здесь Уже Зависит От того Сколько Времени Мы На Это Даем Вот Здесь То Что Владимир Написал Значит Что Вот Есть Какое-то Поверхностное Напряжение Которое Уходит После Сознательного Расслабления Но Опять Как Я Хотя Спросил Пока Не получил Ответ От Владимира Но Как Я Трактую Это Пока Что Что Значит Сознательное Расслабление Когда Мы Направляем Внимание И чувствуем Что Оно Уходит Само Мы Не делаем Специально Не колем Иголками В это Место Оно Просто Само Расслабляется Но Получается Что Я Даю Этому Время Какое-то И оно Расслабляется За Короткий Промежуток Времени Ну Как Тут Я Вижу Там Буквально Может быть Несколько Секунд Несколько Мгновений Я Уже Чувствую Что Что Расслабилось Потом Говорю Что Но Есть Еще Больше Глобальное Напряжение Каменения И На работу С ним Не хватает Сознательных Усилий Оно Как Будто Не Кончается Вот Здесь Я Вижу Проблему Что Не хватает Несознательных Усилий Не хватает Потому что Сознательные Усилия Это просто Направление Внимания Это единственное Сознательное Усилие Которое Мы делаем Просто Смотрим Просто Чувствуем Просто Входим В контакт Не хватает Времени Просто То есть Если Побыть Дольше И Побыть Ну Как-то Вот Просто Побыть Не желая Ничего От этого Потому что Если Вы начнете Ну Давай Расслабляйся Давай Это тоже Не помогает Это еще Больше Оно Вот тебе Расслабиться Как тут Расслабиться Кругом Опасности В жизни Оно Как бы Не будет Расслабляться Но Если Мы Даем Этому Достаточно Время И тут Получается Что Это не только В одной Сессии Какой-то Медитативной Мы даем Этому Раз от раза Возвращаемся К этому Даем Этому Время И получается Что Может быть У нас Удет На какое-то Большее Расслабление Месяца Может быть Годы На какое-то Чувствование Что И это Тоже Может Расслабиться На что Я здесь Обращаю Внимание В его Комментарии Владимира Что Оно Как будто Не кончается Да Вот это Вы знаете Есть такой Человек Джон Кабадзин Собственно Тот Человек Который Создался Фактически Современное Современное Вот это Все Движение Майндфулнес На западе То что мы называем Практика Осознанности Благодаря ему Фактически Единственному Человеку Это все Возникло И Все остальные Они как-то Так Подстроились Но Основной Импульс Дал Джон И Продолжает Это Развивать Так вот Он Ввел Такой Термин Придумал Сам Катастрофизирование Катастрофизирование То есть Вот это То что Как раз Здесь Владимир Но как бы Не совсем Катастрофизирует Как будто Это не кончается То есть Внутри Меня Что-то Возникает Такое Чувство Что это Никогда Не кончится Это Никогда Не может Измениться Вот это Слово Никогда Или Всегда Противоположно Ему Да Ну Как бы О том же Что Это Статично Это Это Так То есть Это Как раз Это Не течет Это Не изменяется Это Просто Вот Как Кирпич Но Даже Кирпич Меняется Даже Кирпич Течет Просто Медленно Кирпич Течет Медленнее Чем Река Но Кирпич Течет Все Является Процессом Фактически То Что мы Делаем В нашей Практике Вот Всматриваясь Очень Внимательно Мы Мы Начинаем Замечать Что Все Является Процессом И Что Любое Напряжение Всегда Является Процессом Тут Мы Обнаруживаем Как раз Эту Хорошую Новость Что Все Меняется Все Меняется И Что Ничто Не статично И Все Когда-нибудь Кончается Или Скорее Не Кончается А Превращается Во что-нибудь Другое Вот Просто Здесь Важно Что Мы Ну Во-первых У нас Есть Это Еще раз Я вернусь К тому Что У нас Есть Безопасное Для этого Пространство Пространство Исследования Это Как Лаборатория Которую Мы Создаем Если Я могу Вернуться Еще раз К Своему Комментарию По поводу Веренного Комментария О том Что Она Обсматривается И Находит Какие-то Свои Способы Вот Это Любопытство У нас Есть Еще Одна Метафора Которой Я Люблю Тоже Приводить Это Лаборатория Опять же В ней Есть Стены В ней Есть Оборудование Есть Пространство Где Все Происходит Это Безопасное Пространство Для Специфических Исследований Бывают Какие-то Опасные Исследования Но Соответственно Вам Нужно Сделать Пространство Безопасным Для этого Вы Как-то Специально Оборудуете И вот Вы Входите В эту Лабораторию У вас Есть Время От и до У вас Есть Стены Этой Лаборатории И там Дальше Вы Изучаете Процессы Которые Там Происходят Вы Сматривайтесь Экспериментируйте Там Возможно У вас Будут Рождаться Какие-то Специфические Техники Но В целом Основное Это просто Ваше Любопытство И тут Опять же У нас Есть Два Способы Есть Исключительно Созерцательный Как я Говорил Про Вагон Метро Вы ничего Не делаете Просто Смотрите Все Меняется Само И вы Распознаете Это И Получается Что Мы Через Это Учимся Быть Как раз С изменениями Жизни Все Приходит Все Уходит Все Меняется И нет Никакого Катастрофизирования Потому что Все Меняется И Мне В этом Тоже Перестает Быть Страшно Потому что Получается Что Здесь Такая Амбивалентность Две Новости Плохая Хорошая В том Что Все Меняется Все Меняется Это Хорошо Хорошая Новость Что Все Когда-нибудь Расслабится Ну Например Вы умрете И Расслабитесь Окончательно Вот То есть Ну Рано Или Поздно Вы Расслабитесь Так Или Иначе Все Меняется Все Все Течет В любом Случае И Как бы Сейчас Не было Плохо Это Тоже Изменится Как-то Так Или Иначе Если Я не Хватаюсь Я не Катастрофизирую А Катастрофизирование Это Оно Всегда О будущем Потому Что Будет Еще Хуже Что Будет Вообще Невозможно Что Это Никогда Не Кончится Что Вот Эти Все Мысли Приходят Что Там В будущем Будет Совсем Совсем Плохо Тогда Я Не Справлюсь Вот С тем Что Будет В будущем Я Не Справлюсь Потому Что По сути Если Я В контакте С тем Что Сейчас Я Справляюсь Всегда Ну Вот Справляюсь Если Сейчас Я Чувствую Себя Я Жив Я Дышу То Я Уже Справляюсь Получается Что Когда Я В контакте По Настоящему С чем То Я С этим Как То Справляюсь Я Я Живой Я Дышу Как Какая Бо Боль Какой Бо Боли Я Испытывал Я Душевную Там Физическую Я С ней Сейчас Мне Может Быть Очень Плохо Но Я Живу По Прежнему То Единственный Способ Когда Я Не Справился Когда Я Умер Действительно Вот Умер И Не Справился А Вот Если Пока Я Здесь Я Справляюсь Но Получается Что Вот Это Накручивание Что Я Не Справлюсь Через Секунду Через Через Неделю Завтра Оно Создает Еще Больше Напряжения Еще Больше Схватывания Какого Вот Сжатия Так Вот Но Это Хорошая Новость Как Я Сказал Что Я Замечаю Что Все Меняется И В Это Мгновение Я Справляюсь С Этим Я Справляюсь С Этим Я Справляюсь С Этим А Оно Все Меняется И Окей Все Меняется Но Любая Вещь Любое Качество В Жизни Наш Обивалентно Несет Только Хорошие Новости Оно Всегда Несет Имеет Вторую Сторон То есть Неприятную Плохую Там Для нас Негативную И так далее И Соответственно Вот Ну Как-то Мы же не знаем Что будет В реальности Да И Когда Все Течет Все Меняется То Мало ли Как Оно Изменится Не обязательно В лучшую Сторону И Поэтому Вот Это Опять же Испуг Заранее Опять же Вот Это Катастрофизирование Оно Ведь Тоже Не зря В Ну На всякий Случай Чтобы Чтобы Избежать Опасности Соответственно Получается Что У нас Все время Этот Работает Механизм А что Там Будет В будущем Что Как Заглядываем В будущее Своей Фантазии И На всякий Случай Боимся Этого Будущего Что Мало ли Что Так вот Получается Что Наша Практика Мы Ну Вот В ней Начинаем Учиться Быть С этой Изменчивостью И Фактически Там Вот Если говорить О дзан-буддизме То Как бы Это основная Тема Вообще Дзан-буддизма Как жить В изменчивости И Там Некоторые Учителя Буддийские Дзанские Именно Они говорили О том Что Пробуждение Или там Просветление Ну Пробуждение В буддийских Все-таки Терминах Это Собственно Есть умение Жить В изменчивом Мире В изменчивости Когда вам Окей С этим Да Окей Когда Вы Ничего Не Накручиваете Вот этого Нет Это Катастрофизирование И вы Не боитесь Этого Будущего А вы Просто Остаетесь В контакте С тем Что Есть Сейчас И Сейчас И Сейчас И Сейчас Остает Остает Продолжение следует...